Моя родина Сибири необъятна велика, как жених, так и богатырь, а как невеста, так и ягодка. Нет. Так, Лера, держи ведро. Пошли. Ну что, вся семья в сборе ваша? Кто там вот в таком красном? Твоя мама. Твоя мама. Как ты? Громче. Татьяна Железова. Правильно. Так, как мне приятно слышать фамилию Железова. Так, сейчас это... Значит, смотрите, мы пришли снимать очередной фильм и собрать ведро яблок. Слышишь меня, Лера? Пойдем. Ах, еще и папа, ну-ка, где он? Он имеет прямое отношение к этому сорту, к которому мы сейчас идем. Итак, перед нами питомник, плавно переходящий в маточный сад. Так, ну это мы вчера видели эту красоту. Так, что мы имеем? Осторожно не наступите. Значит, смотрите, мне нужно рассказать немножко историю этого, но лучше меня знает вот этот парень, Сергей Железов. Это ваш папа. Да, по совместительству ваш папа. Так, смотрите. Вы начинаете собирать, но сразу запоминайте. Это яблоня уральская наливная. Так, ну а я сейчас куда-то... Собирайте. Значит, еще собираем. Вот те, которые остались на дереве, то ли вы, то ли папа соберет на еду. Они очень вкусные, хотя и выглядят очень скромными. Так? Вот. А я вам... А те, которые вы соберете в ведро, я вам еще и за это дерево 200 рублей заплачу. Хоть папа ругается, но я-то старший его, ваш папа ругается. Говорит, детей нельзя баловать деньгами. А я считаю, нужно. Так вот. Да, потому что дети без денег. Бедные дети. Так. Видишь, папа ворчит, дети ни в чем не нуждаются. Дети нуждаются в поощрении. Вот. Ты куда кидали? Яблочкой хотел. Так, сейчас вы меня немножко отвлекаете. Значит, потом не забудете с дерева собрать последнее? Нет. Нет. Внимательно все соберите. Там траве их много. Я что упал? А я сейчас присяду. В ногах правды нет. Вот. Где бы мне присесть? На солнцепек. Последний солнцепек. Конец сентября. Ой. Так, всех вижу. Значит, с дерева вспоминаем. 2015 год. Покупаем участок. С... Эй, Саш, не надо. Саша. Не надо, мы с дерева потом эти будем собирать. С дерева это, которое на еду. Нельзя их страхивать. Чтобы не путать. Залежало это со свежими. Эй, сколько энергии. Значит, на том участке было три огромных. Они не были старыми. Я так прикидываю. Им было лет по 15. Этим трем деревьям. Значит. Они были очень интересные. Когда полдерева ранетка, довольно мелкие, а полдерева довольно крупные. Вот такие, как вот сейчас мы собирают. Вот. Потом выяснил я, что это уральское наливное. Так. Привитое было. Так. И все три дерева были изуродованы. То есть до высоты человеческого роста, у меня сохранились фотографии, были обрезаны заподлицо со штампом и покрылись белыми пятнами. Еще через год-два мы их выпили, они были мертвы. Вот так и бывает. Вроде бы надежный сорт. Но не осталось ни одного. И вот этот вот гражданин, Сергей Валерьевич, взял и успел веточку перенести сюда. Вот. Ну сколько этому деревьев? Все лет шесть? Да, наверное, побольше. Я просто бежал, а ты их режешь. А, ты же их режешь, бежал. Тогда скажи, если... Они очень вкусные, да? Они погибли, знаешь, из-за чего? Из-за того бактериального рака. Тогда началась массовая гибель во всех садах. Особенно тех, которые брали и резали, резали, резали. Вот. Мы отрезаем только просто последнего года. Это самый минимальный ущерб. Наши, слава богу, живы. Вот они. Яблоньки, 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 яблоньки. И разница огромная. Но что случилось, то случилось. Тем не менее, я продолжаю утверждать, что это дерево под названием уральское наливное. Не только вкусное, не только культурное, но и сверхморозостойкое и очень выносливое. Это такая помесь. Ее фактически это полукультурка. Так, теперь вопрос к питомниководу. Ты их размножаешь? Мы собрали. Ну, ну, редко. Короче говоря, я сразу скажу. Народ гонится за роскошью. Сама, мы собрали. Вот. Собрали, молодцы. Ты скажи, вкусно или нет? Вкусно. Дарья откусит, дарья откусит. Не, возьми, что последнее забирать у ребенка. Ну? А, так зачем было тогда трясти дерево? Ну, вот Саша. Ну, вот Саша. Выбери, который помягче. Кушать можно? Ну, и так нормально. И так нормально. И так, садим. Я думаю... Он, по-моему, пикин шафранный ест. А? Пикин шафранный ест. Там рядом тоже дерево. А, так он взял другого дерева. Ну, взял, взял. Все равно сказал вкусное. Так, у нас невкусных не бывает. И так, люди гоняются за роскошью. Мы перешли на апорты, супер сорта. Мы перешли на розмарины. Мы перешли на эти самые... Да, пипины, но у нас пипины какие-то сильно уж хороши. Выше среднего. Вот. И у нас много чего. Ну-ка, вспоминай. Вот, на продажу. А, так ты хочешь сказать, что мы мало выращиваем? Что есть, то есть. На одно время яблони и, Лер, ну, нет, не трогай. Вообще перестали популярностью пользоваться. Не брали. Да, не брали. А теперь случилось две причины. Страшные причины. Первая, бактериальный рак. Там нету. Там нету. Ага. Ребенок лучше знает, где ягодки. Я обожаю. Смотри аккуратно, да не порченые. Так. Значит, Лера, не отвлекай. Итак, вот та страшная болезнь, как раз когда в 15-м году мы купили, она тут косила все подряд у всех соседей. Вот. Майне, Череморске, Шушенская, Абакан, Минусинск. Все сожрало эту болезнь бактериальную. Это была одна. Вторая, неумеренная обрезка, которая общепринятая, она добила все, что было. Вот. Теперь это два. И, наконец, год, который называется, это весна. Значит, страшный удар нанесена по садам со всей России. Как сговорившись, природа ударила по всем садам, начиная от Питера и кончая Сахалином. Чем кончилось? Вот. Погибло множество деревьев. Потому что это было даже не во время цветения, когда только цветы гибнут, а уже когда листья появились. А это значит удар по почкам, проснувшимся. Так? Вот. И, наконец, были большие потери с урожаями. А раз урожая нет, значит, люди говорят, надо доставать с... Тихо, тихо. Ядро съедим. Ядро съедим. Съедя ядро, съедя. Давай. Из-за этого получают деньги. Он заработал теперь, он же эти деньги собирая, да? И он же их еще и съест. Нормально? Логика. Нормально, логика. Что, не надо платить, раз он сам сел? Да. Ну, и же, дед-то не такой же. Собрали, заплатил. Ладно, не отвлекайте. Итак, второй удар пришелся так, что сейчас опять начинается... Твоя, Татьяна Александровна, что сказала? Самый популярный сейчас опять спрос на яблони. Даже персики превосходят спрос. Ну, ладно. Посидел и отдохнул. Зато полезно. Ух ты. Слушай, а из тебя хороший этот... Как его назвать-то? Кто рекламирует? Это рекламщик хороший получился. Теперь стало полегче ведро. Полегче? Перестанем. Ай-яй-яй. Ой, господи, дети, дети. Слушай, давай так. Сегодня мы... Я читался, меня спрашивают, а что еще у вас есть? А что еще есть? Вот, чтобы еще бы... Про что еще рассказать? Про Ленушку я рассказывал? Да. Ага, я про нее рассказывал, но очень-очень мало. Да. Или мы пробовали Ленушку? Да, пробовали. Лера, мы Ленушку пробовали? Да. А, ну ладно, тогда не будем повторяться. Все, друзья, благодарю за внимание. Слушай, Саша, еще немного ведро будет пустое. А мне же нужны косточки, семечки на продажу. А, последнее, ну что я не сказал? Мы собираем это не на еду, на еду с дерева, а то, что упало на семена. Люди должны вырастить точно такие же. Вот, сейчас ты выбросил это, там пять семечек. Обратно ведро вот здесь. Ты выбросил, так? А это сто рублей ты выбросил. А я, я ничего не выбрасываю. А, ты молодец. Ну, все, разболтался, дед. Давайте, пока. Субтитры сделал DimaTorzok